Мы продолжаем следить за развитием страшного ЧП на обогатительной фабрике в Норильске. Сегодня рано утром там произошло обрушение здания одного из цехов и примыкающей к нему пешеходной галереи. Вот эти кадры. Масштабные разрушения просто ужасные. Под завалами предварительно находились 8 человек. Двое из них выбрались самостоятельно. Четверых достали спасателей. Их увезли в больницу. Но по дороге один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Поиски двоих человек еще продолжаются. Сейчас на месте работают около 200 спасателей и 56 единиц техники. Они продолжают разбирать завалы. Известно, обрушение произошло на площади в 1000 квадратных метров. Работа на месте проводится в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины. Следственный комитет края уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. Ситуацию под личный контроль взял губернатор края Александр Ус. Он поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГОЧС Таймырского муниципального района. По официальным данным, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкции здания. И как стало известно буквально только что, предварительно спасатели установили возможное местонахождение людей под завалами. Однако в связи с угрозой обрушения сейчас решают, как безопасно извлечь пострадавших. На месте с самого утра работает наш шналистский корпунт. На связи по телефону Виктория Комиссарова. Вика, здравствуй. Что нового тебе известно? Здравствуй, Ян. Да, мы продолжаем работать на месте. К этому моменту известно, что обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереей. Мы сейчас видим огромную груду бетона и железа. Это и есть та самая галерея. Переход, по которому рабочие перемещаются между цехами и по которому ходят, к примеру, на обед. Вообще, Норильская обогатительная фабрика строилась еще в 40-е годы. Все здания постройки здесь уже очень старые. По информации Следственного комитета, ранее было известно, что здание галереи дробильного цеха находится в аварийном состоянии. Там проводились проверки и были выявлены дефекты, которые могли привести к обрушению. И было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля этого года сотрудники подрядной организации ООО «Норильский никелеремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытию галереи. Именно эти рабочие и оказались под завалами. В Норильскую межрайонную больницу номер один госпитализировано пять пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек скончался от тяжелых травм. Поиски людей под завалами до сих пор продолжаются. Периодически на месте объявляют минуту тишины, чтобы услышать крики о помощи или любые другие признаки жизни. И только что нам сообщили, что на тепловизорах спасателей появились две красные точки, которые могут говорить о том, что люди найдены. Точнее, пока сказать не могу. Буду держать вас в курсе событий. Пока все, Ян. Вика, спасибо. Это была руководитель нашего Норильского корпункта Виктория Комиссарова. Она продолжает следить за развитием событий. На место происшествия незамедлительно выехали все оперативные службы города. Сотрудники МЧС, представители Следственного комитета и прокуратуры Норильска. Вот какие официальные комментарии мы получили несколько минут назад. По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской богатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. И было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. В настоящее время следователям устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, очевидцы. Назначены все необходимые экспертизы. Проводится осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратурой города, а также прокуратурой Красноярского края. Кроме этого, прокуратурой города Норильска продолжается проведение прокурорской проверки, в результате которой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Уже сегодня вызваны все руководители структурных подразделений Норильского никеля для объявления предостережения недопустимости нарушений промышленной безопасности. Но тем временем состояние тех, кого удалось спасти из-под завалов тяжелое, рабочих доставили в больницу. Может, нам сообщают в Краевом Минздраве. По состоянию на 9 утра в Норильскую межрайонную больницу номер 1 госпитализировано 5 пострадавших в тяжелом состоянии. В Норильской межрайонной больнице номер 1 развернуто 6 операционных. Привлечено 6 препятств специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. На месте происшествия медицинскую помощь оказывают 5 бригад скорой помощи, в их числе 2 реанимационные бригады. Оказание медицинской помощи пострадавших взято под особый подконтроль Министерства здравоохранения Красноярского края. Мы будем следить за ситуацией. Все сообщения с места трагедии в течение дня в наших экстренных выпусках новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...